друзья приветствую вас этот выпуск посвящен нефти поступает информация о том что будет заседание опек плюс она может быть виртуальным может быть встреча соединенными штатами и другими странами нефтедобытчиками цель данной встречи сократить добычу нефти хотя бы на 10 процентов напоминаю что текущая добыча и потребление в районе 100 миллионов баррелей в день и речь идет о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в день то есть это то минимальное сокращение которое позволит избежать коллапса нефтяной отрасли во всем мире однако саудовская аравия абсолютно справедливо отмечает что данная договоренность без участия всех нефти добытчиков более или менее крупных она ничего не стоит потому что в том случае если крупные экспортеры нефти согласятся сократить добычу например саудовская аравия россия то то значение на которую они сократили может быть в легкую компенсировано недобросовестными мелкими экспортерами нефти ну как мелкими кто меньше добывает и поэтому здесь либо консолидировано выступать единым фронтом или же все эти действия они могут привести к проигрышу одной стороны выигрышу другой временному и в конечном счете к полному коллапсу нефтяной отрасли мира но уже ситуация в всем мире в нефти добычи близко коллапсу заголовки газет и журналов кричат нефть не знает куда девать потому что добывают а ее некому продавать потому что спрос не такой большой в техасе вообще как бы происходит очень скажем так неприятные события которые связаны с остановкой производств непонятно куда девать добываемую нефть но и в общем то все это касается нефтедобытчиков сша которые находятся их других регионов там в дакоте и так далее но считается что если сократить добычу нефти то это решит проблему на самом деле это конечно не так это вызовет конечно рост цен но тем не менее проблему который заключается в том что добываемой мощности не соответствует текущему спросу это не решит ну вот рассуждение по поводу того кто является бенефицаром текущей ситуации от этой так называемой нефтяной войны они не утихают . тоже кто же но будет в наибольшей степени выигрыш на выигрыш это саудовская аравия или россия но здесь все зависит от того у кого более дешевая добыча нефти у кого больше резервов для того чтобы перенести вот всю эту тяжелую ситуацию по одним данным у саудовской аравии средняя себестоимость меньше 10 долларов за баррель у россии в районе 42 долларов за баррель но по данным минэнерго российской федерации себестоимость добычи нефти 37 долларов за баррель на действующих и 1520 на новых проектах но на самом деле я думаю вот в этих цифрах очень много лукавства потому что внутри 7 долларов за баррель это скорее всего просто извлечь на поверхность нефть такая стоимость может быть но это не есть себестоимость себестоимость это добыча транспортировка и возможно уплата налога в зависимости от того как считается но от больше источников склоняется к тому что средняя цена без убыточности добычи в россии это 40 долларов за баррель имеется в виду что значит средняя цена это имеется ввиду добыча транспортировка на хаб где хранится нефть ну перед тем как ее продают и уплата всех налогов ндп там и так далее ну или если более детально разбираться в цифрах тот есть на этот счет статья в этой статье соответственно подробно достаточно расписано что реально себестоимость добычи в россии выходит среднем 25 долларов плюс налоги и вот эти вот налоги они доводят стоимость нефти до 40 42 долларов так речь идет о ценах нефти который продает российская федерация то есть это софт уралс обращаю внимание что с 18 марта цена находится ниже 25 долларов за баррель то есть это меньше чем себестоимость добычи то есть себестоимость добычи в среднем 25 долларов то есть уже получается вот на данном этапе нефть добывается и продается в среднем по российской федерации убыток то есть речь даже не идет о том чтобы платить с нее все налоги если на нее уплатить все налоги и должна цена быть вот здесь вот дороже 42 43 доллара за баррель что было до 7 марта то есть вот нахождение в этой области позволяет наполнять как запланированный бюджет соответственно бюджетному правилу то есть когда нефть вроде как 42 доллара за баррель уплачиваются все налоги плюс покрывается себестоимости маржа производителей добытчиков то есть текущей ситуации когда стоимость ниже 25 долларов за баррель российская федерация продает нефть в убыток себе то есть здесь во первых необходимо сократить дисконт от бренда потому что сейчас стоимость бренда юрлс на текущий момент отличается но очень существенно видите вот здесь по данным этого ресурса пассив два раза это как бы связано с тем что арабы начали со значительной скидкой продавать нефть а поскольку урлс по своим характеристикам по сернистости она хуже арабской нефти и норвежской соответственно поэтому так сильно упала на самом деле там диском порядка десяти двадцати процентов то есть если оперирует тому что становится равновесие то для того чтобы российская нефть продавалась без убыток то во-первых должен быть устранен перекос цена должна вернуться к равновесным значением то есть там диском сколько десять двадцать процентов составлял и в этом случае для того чтобы российская нефть добывалась и проба продавалась без убыток необходимо цена на бренд будет 30 долларов за баррель то есть вы в этой ситуации цена на урок будет это 25 долларов и что будет среднем соответствовать себестоимости с учетом доставки в европу так что если цена на бренд ниже 30 то в этой ситуации при наличии равновесия российская нефть продается без убыток при текущей ситуации она продается убыток потому что из за того что арабы выбросили огромное количество более качественной нефти диск разница стала там более чем около двух раз то есть более чем 20-30 процентов почти два раза но 40 процентов то есть это очень сильный дисконт вот и за счет того что не будет поставок соски со скидками со стороны арабов то есть эта ситуация нормализуется дисконт сократится и при цене 30 долларов за баррель бренд вполне как бы российская нефть она будет продаваться в без убыток для того чтобы выполнять ну все как бы обязательства по налогам необходимо чтобы чтобы бренд вышел на 45 долларов за баррель то есть в этой ситуации все нормально как бы все налоги уплачиваются в среднем и все как бы продается все выполняется но здесь ситуация следующая что когда нефть находится в отрицательном ценовом диапазоне . когда она продается с не уплата невозможностью платить все налоги даже в убыток производителю это создает все предпосылки для того что в ближайшее время продолжалась девальвация рубля потому что это самый простой способ как можно это дело закрыть это девальвировать национальную валюту и тем самым население заплатит за вот эту конъюнктуру на мировых рынках поэтому показатель то есть цена нефти бренд и цена нефти уралс сравнение с бренд вот исходя из этого показателя может очень сильно меняться уровень и качество жизни в российской федерации ну и вот в общем то еще одно одно пояснение почему сделка между саудовской аравии и россии без соблюдения аналогичных условий со стороны сша она не будет означать ровным счетом ничего по той простой причине что если сократят добычу как озвучил трамп на 10 15 миллионов то как бы не факт что сша какую-то часть от этого сокращения не заполнят и при этом как бы коллапс цен он продолжится но вот есть менее о том что заседание опек но опек плюс и сша скажем так не вполне корректно написано которое предполагается на четверг 9 апреля она может уронить стоимость нефти бренд под 10 долларов за баррель я вполне допускаю почему это может быть час чуть попозже мы это обсудим вся проблема которая здесь имеет место быть я снова всего это как это очень сильное несоответствие спроса и предложения то есть началась рецессия мировой экономики она сугубилась так называемой китайской заразы а нефтяные мощности они либо производили как и производили нефти либо незначительно снизили результатом такой ситуации стало то что уже избыток нефти порядка 20 но там 19 миллионов баррелей сутки и в апреле есть прогноз что этот избыток он будет увеличиваться почему вроде бы китай заработал китая жил так далее но западные страны то встали все на карантине все сидят по домам машины не ездит топливо не потребляется то есть то что вышел китай это что ушел ушла на карантин европы соединенные штаты в общем то более существенный фактор что сша и европа ушли на карантин это перевешивает китай а по поводу фактора того что все сидят по домам в общем-то ну да установлено что транспорт потребляет порядка 60 70 процентов добываемой нефти даже где-то 50 70 процентов то есть представляете вот если вот эту часть ее заморозить автомобильный транспорт здесь в основном потребляет тот который находится в сша и в америке это ключевые потребители по количеству авто и по использованию соответственно вот эту штучку одну убираем даже без того что там ослабилась нефтехимия там иные потребители нефти то есть просто автомобиля немножко приостанавливаем придерживаем и все и здесь возникает колл что огромное количество нефти не потребляется ну и кроме того текущая ситуация с ценами на нефть на газ с объемами потребления может привести но считается что в банкротству северного морского потока 2 и к большим проблемам финансовому газпрому из-за этого мой вот недавно приводил зависимость которую рассчитали американские исследователи по нефти и газа здесь что у нас получается у нас получается что избыток нефти на начало апреля предположительно составит около 20 миллионов баррелей в сутки далее идет снижение вот этого избытка и предполагается что он избыток он ну где-то сойдет на нет приблизительно осени 2020 года однако судя по всему вот этот расчет который они проводили здесь не до конца учили то что сша европа будут находиться на карантине из-за этого будет падение автомобильного трафика и как следствие падение потребления нефти это раз и второй момент который заключается в том что судя по ну пологости вот этого графика я так думаю здесь не учли что будут сложности восстановления логистических цепочек и иных связей то есть на выход на те мощности которые были до этого момента они будут более растянуты на мой взгляд и поэтому вот этот навес избыток нефти он будет достаточно ощутимым достаточно долгое время давить наверно все-таки где-то до конца года может быть даже до лета 2021 года как я вижу здесь возможно четыре сценария развития событий связи с переговорами опек который предполагается 9 апреля 1 сценарий когда никто не сша не опек не сокращает добычу нефти но в этой ситуации здесь все как бы указывать на то что нефти уйдут по бренду до 10 долларов за баррель с учетом как бы дисконта по урусу и wti они уйдут еще меньше чем 10 долларов за баррель вот это наиболее вероятный сценарий если сейчас ничего не будет предпринято и если ни о чем не будет заявлено относительно действий которые будут сделаны далее в этой ситуации я думаю наиболее вероятно и наиболее целесообразно будет ослабление национальной валюты российской федерации но здесь лесенка будет 86 94 дальше 100 120 и такой курс он будет до момента стабилизации мировой экономики помимо этого как мы с вами знаем в стране если что-то вырастает в цене она потом такое дорогое либо остается либо несущественно меняется поэтому я думаю при любых раскладах вот такой уровень цель цен 86 и выше это будет реальность средний долгосрочная далее следующий вариант развития событий сша не сокращает добычу но надавливает на опек плюс и соответственно в этой ситуации опек плюс сокращает на 10-15 миллионов баррелей день то есть имеется ввиду саудовской аравии россии сокращают так люто сокращают добычу но в этой ситуации я так думаю так вот я прикинул исходя из корреляции зависимости то здесь скорее всего в моменте на объявлении этого цены выросла до 40 45 долларов за баррель бренд но при этом потом они вернутся в диапазон в районе 31 36 37 это продлится до восстановления мировой экономики и спроса на топливо но в этой ситуации наверно доллар выше 100 не вырастет то есть 86 94 до момента стабилизации но я не думаю что он и вернется на прежние значения на какое-то скажем так длительное время чтобы он находился когда стоит 70 60 рублей за доллар то есть скорее всего новая реальность будет где-то от 72 77 рублей за доллар далее третий вариант он наиболее скажем так но наиболее комфортные наиболее сказочный когда опять плюс то есть саудовская аравия россия все ключевые участники сша все и заявляют и сокращают добычу нефти на 10-15 миллионов баррелей в день но в этой ситуации я думаю здесь вообще на фоне такого заявления отскок будет до 40 45 долларов может быть даже 47 50 вполне такое может быть ну и потом возврат диапазон не 31 37 наверное все-таки где-то 3340 вот так вот до восстановления мировой экономики но вот этот вариант он наиболее комфортен для российской федерации здесь будет умеренное снижение платежного баланса доллар скорее всего будет колебаться в диапазоне 69 82 до момента стабилизации дальше ну наверно на 70 72 его оставят почему вот здесь все время приводится доллар потому что страна она живет за счет экспорта сырья то есть продукции с низкой прибавочной стоимостью закупает на полученную валюту товар с высокой прибавочной стоимостью то есть машины телефоны одежду продукты питания даже вот и поэтому здесь как ни крути у нас уровень жизни всецело зависит от курса доллара сша соответственно чем крепче рубль тем населению легче жить потому что можно больше товаров завести и соответственно население чувствует себя более комфортно но крепкий рубль не выгоден экспортером сырья нефтяным компаниям металлургом потому что тогда они имеют меньшую прибыль далее четвертый вариант развития событий сша не сокращает добычу опек и другие кроме рф сокращает на 10 15 миллионов но это на самом деле маловероятный сценарий потому что россия здесь сама уже садится за стол переговоров а он наверно как и третий вариант ну скажем так наименее вероятные два варианта в этой ситуации штаты уже сказали что они накажут россию ведут пошлины на российскую нефть и вот в этой ситуации даже если такое сокращение без россии будет достигнута цены на нефть тоже скорее всего сразу отскочит на 42 47 даже возможно на 50 потому что россию будут давить пошлинами исключения но от отодвижения от кормушки одного из ключевых экспортеров нефти она тоже весьма положительно повлияет на цены на нефть но в этой ситуации россия не будет бенефициаром от сколько по нефти введенные пошлины они ухудшат положение в экспорте нефти это раз во вторых как бы американцы если будут недовольны тем что отказались идти на снижение добычи и выполнять обязательства они наверняка придумают еще какие-то санкции и ведут их и поэтому четвертый вариант по негативности развития для нашей страны он наверно сопоставим с первым вариантом и даже может быть еще хуже то есть в этой конструкции здесь при относительно там для саудитов и американцев более или менее комфортных ценах на нефть ну скажем так на грани выживаемость там 3340 может быть даже выше 40 долларов за баррель российская федерация будет страдать потому что ведут пошлины на нефть ведут различные санкции все это приведет к девальвации рубля 86 94 100 120 дальше не знаю дальше не заглядывал страшно вот и соответственно здесь уже речь будет идти о прекращении этой ситуации не только момент стабилизации мировой экономики но и разрешение конфликта сша и саудовской аравии хотел здесь еще раз обратить внимание на такой момент штаты не будут особо трогать саудитов не будут потому что саудиты это центр формирования влияния соединенных штатов это основа нефти доллара и поэтому здесь у них они как пуповины связаны между собой они могут саудитам погрозить но там какие-то санкции предпринять как тогда было с этим оппозиционным деятелем которого убили но ничего глобально конкретно против саудовской аравии пока ключевой актив в мире нефть и саудит один из крупнейших добытчиков причем один из наиболее лояльных к соединенным штатам штаты по сути ничего против делать не будет а вот россии немножко прижучить они могут но опять же прижучить так чтобы сократить поступление кислорода но так чтобы больной не умер на был на грани коллапса и коматозного состояния варианты 2 и 3 которые более или менее являются комфортными для нашей страны они будут реализованы только в том случае если помимо заявления о снижении добычи реально начнутся предприниматься действия если будет просто заявление но действий не будет то мы увидим на фоне ожидания опек возможен еще какой-то всплеск роста нефти и далее как бы по факту что не будут выполняться договоренности все равно цены на них начнут падать и уже они будут проседать на 20 возможно на 10 долларов за баррель во втором и третьем сценарии конечно проседание до 20 до 10 долларов за баррель она маловероятно потому что здесь хоть обманкой и выяснится и и как бы все поймут что несмотря на то что вроде как заявили но реального снижения нету добычи то все-таки как бы какая-то отсрочка будет а там уже ближе к осени к следующему году пойдет хоть какой-то рост спроса на нефть и в этой ситуации падение цены не будет таким критичным как случае варианта 1 так но вот еще в пятницу вышли данные по поводу числа активных буровых установок от бейкер-хюгс что мы здесь наблюдаем на продолжается вышка пады и причем это снижение то есть уменьшение количество вышек она идет с увеличивающейся скоростью то есть начале упала упали на 40 теперь на 60 при таких ценах на нефть наверное следующее падение уже будет на 80 ну и здесь все идет к тому что коллапс нефть и отрасли соединенных штатов но вот если по первому сценарию пойдем то здесь я думаю к июлю увидим то что будут побит вот эти вот локальные минимумы по количеству боровых вышек нам в районе 318 310 такой в принципе вполне может быть так далее данные 100 сфтс по позициям американских трейдеров но здесь что мы видим что очень мало изменилось позиции по сравнению с 27 марта мы буквально там на тысячу единиц это совсем ничего то есть фактически количество ломгов по нефти американские трейдеры сохранили по сравнению с 27 марта мы возвращаясь техническому анализу графика нефти бренд вот что мы сейчас с вами увидели мы увидели с вами возврат в проторговку которая была начиная с двухтысячного года по 2004 год то есть мы вернулись вот в этот диапазон вот в эту наторгованную область добро пожаловать в нулевые назад так но теперь какой может быть выход из этой ситуации здесь вот смотрите определенная цель осталось не закрыты она в районе 18 с половиной находится вот если бы ее сейчас закрыть то вполне вполне здесь технически может быть очень хороший отскок есть еще одна цель она находится в районе 10 10 с половиной долларов за барр и вот я думаю если не будет никакой договоренности в части консолидированной всеобщей всеобщего уменьшения добычи нефти то мы как вот сюда вот мужа вполне исходить и сразу и здесь закроем и там закроем пошел мужик в лес встретил там медведя и все началось если сейчас будем анализировать ближайшее движение смотрите вот здесь какая ситуация может быть вот если договоренность не будет достигнута относительно консолидированного сокращения может быть задерку чудо вот в район 18 с половиной далее или здесь она устоится и начнется проторговка или же в случае рывка вниз и пробитие 16 15 с половиной даже даже 14 даже 14 вот если 14 будет пробита дальше вынесет на 10 половиной 9 ну а здесь уже собственно говоря это себестоимость добычи самой дешевой нефти саудитовской поэтому здесь скорее всего ниже и просто не дадут и уйти то есть любом случае вот это движение цены которая может состояться она будет краткосрочным долго здесь нет не продержится то есть но может быть укол как в шестнадцатом году был может быть чуть подольше сейчас выморозит основных производителей заодно как бы параллельно пойдет процесс возобновления потребления и может быть ну не знаю там неделю две-три такие цены постоят даже если они сюда и пойду и потом будет отскок уже более или менее комфортным ценам для всех участников а все эти более или менее комфортные цены они уже лежат выше 35 долларов за баррель почему потому что ниже 35 долларов за баррель цены были вот до того момента пока началась началось развитие новой экономики так называемый это 2004 год поэтому я думаю наиболее вероятность сценарий либо сейчас договорятся нормально все но по крайней мере заявят о том что договорились и будет отскок выше 35 потому что это некая критичная . 35 37 точнее даже 35 и потом 37 между ними вакуум вот и в этой ситуации уже можно будет говорить о том что пошло постепенное восстановление правда возможен такой случай когда заявят что мы сокращаем она отскочит но я вот приводил свое видение с табличкой куда она может отскочить зависимости от того какие договоренности достигнуты и потом когда договоренности не будут соблюдаться она начнет проседать но в этой ситуации я думаю же до 10 долларов за баррель не дойдет в этой ситуации если будет проседание она будет до 31 до 24 может быть до 18 с половиной я не думаю что в том случае когда будет заявлено что договоренность достигнута и она потом постепенно не будет соблюдаться будет такое существенное проседание потому что заявление о том что достигнута договоренность и снижаем добычу она позитивно в любом случае воздействует на рынок за это время пока она будет позитивно действовать возможно какой-то дополнительный рост потребления и все эти факторы они конечно приведут к снижению цены до момента восстановления потребления приведения в соответствии потребления с производством но уже такой вот это падение она не будет столь резким так но и вот недельный график если по нефти смотрим у нас здесь все четко технический разворот первая цель движения это 45 ну точнее даже первая цель это 39 то есть он здесь должен стояться проторговаться и дальше закрытие гэпа на 45 и следующая цель который идет первое это 56 половины я понимаю что сейчас это как бы звучит немножко бредово возможные фантастично но тем не менее техническая картина указывает на то что движение по недельному графику инициированное оно должно идти вот сюда вот на восстановление на закрытие гэп и на восстановление вот этих всех разрывов возникших это что касается недельного графика так но по дневному графику здесь тоже нам началось очень энергичное движение и вполне как бы возможно что в ожидании сделки опек это движение продолжится здесь критичный момент это пробитие вот этого значения которые 39 и 840 вот если она будет пробита на растущем объеме пойдет рост торгов то соответственно скорее всего инициируется быстро движение на 45 следом 51 с половиной и далее возможно даже на 6061 здесь будут собирать стопы шартистов и поэтому движение после того как этот гэп будет закрыт она может быть очень быстро так же как падли также быстро и будем расти сжигая стопы шартистов но технически если вот этот уровень не будет пробит после того как отработана будет цель на уровне 36 половины 37 здесь тогда скорее всего формируется двойная вершина и это двойная вершина ее цель движения первое будет 25 и 7 вот сюда вот так далее 4 часа вик но по 4 часа веку здесь такая вот разворотная формация нарисовалась и цель движения закрытия этой разворотной формации лежит вот здесь вот на 47 и 7 так по часу веку нарисовали локальную двойную вершину если формируется движение на 33 то после достижения 33 и проторговки будет следующее движение на 31 вот сюда в том случае если не будет пробита 28 и 2 28 и 5 вот этот уровень то любое корректирующее движение сформированные здесь она будет выкупаться и идти на 3577 либо тестировать двойную вершину и откатываться по факту снижения объема либо пробивать идти вверх закрывать гэп и относительно сценариев которые вот я ожидаю на новой неделе но смотрите я думаю здесь в понедельник либо будет тестирование вот этой вот границы на пробой и уход вверх или же более вероятно все таки какой-то корректирующий откат и потом уже ближе к 9 апреля когда будет заседание по факту колебания накануне заседания мы увидим рост и возможно этот рост будет ну до 45 до 52 дальше по факту заявления о заявлении я думаю все таки более вероятный сценарий будет какое-то позитивное заявление то есть мы все за все хорошее против всего плохого и мы все обязуемся там снизить на 20 миллионов хотя на самом деле фикту и на 5 в сумме снизит вот это просто наиболее рациональный сценарий когда заявят что договорились озвучат какую-то там немыслимое значение там 20 миллионов баррель все режем там зуб дает и после этого особо его никто не будет соблюдать на вот этом заявлении возможно увидеть какие-то движения дальше наверх потом как бы когда все это начнет скрываться пойдут откаты но и возможно в течение откатов мы сходим на 24 на 18 с половиной и потом как бы вернемся в диапазон 3140 в этом диапазоне будем торговаться до момента восстановления спроса и предложения на нефть в том случае если будет реализован хардкорный сценарий когда все скажут мы ничего не будем сокращать то здесь как бы возможно сразу резкое движение на 18 с половиной 14 потом на 9 половиной тире 10 половиной вот такое мое видение текущей ситуации по нефти